Игорь, здравствуйте, рада приветствовать. Здравствуйте. Добрый вечер. А какая цель, объясните, пожалуйста, чисто стратегически, Путина и Лукашенко продвигать этот нарратив и пытаться перекинуть нелегалов на территорию Европейского Союза? Ну, тут, скорее, во многом это цель у них не одинаковая, а цели несколько разнятся. То есть логика Лукашенко. До кризиса, скажем, с частичным закрытием границ, то есть до ухудшения отношений со странами Европейского Союза, была программа, которая аналогично действует и в отношении Украины. Это программа, скажем так, приграничного сотрудничества Европейского Союза, когда страны, которые граничат с государством ЕС, выполняют роль своеобразного буфера по сдерживанию нелегальной миграции. Европейский Союз, соответственно, частично финансирует создание пограничной инфраструктуры. Ну, то есть и под это подводятся в том числе и двусторонние, многосторонние договоры о том, что нелегальных мигрантов возвращают в страну, откуда они перешли, ну и так далее. После начала ухудшения отношений между Европейским Союзом и Республикой Беларусь, то есть в разгар как раз-таки активной фазы политического кризиса, это было вызвано ухудшение репрессиями против инакомыслящих в Беларуси. Эти программы Европейского Союза фактически были свернуты. Соответственно, официальная позиция Минска, ну и это то, что если нам не платят за то, чтобы мы сдерживали ваших мигрантов, ну, ради бога, пусть они идут. Естественно, что одно дело, если бы просто не стимулировали, другое дело, что да, попытались на территории Республики Беларусь стимулировать. То есть это позиция самого Лукашенко. Ну, такой себе попытка выйти на какой-то прокси-диалог с Западом, используя тактику повышения ставок. С точки зрения Путина, который помогал в этом, в принципе, данная ситуация, она идеальна, потому что Российская Федерация каждый раз, когда Беларусь попадает вот в период, на ветке спирали, в период охлаждения отношений со странами Европейского Союза, Россия чрезвычайно сильно укрепляет свое влияние в стране. То есть я напомню, что даже в таможенный союз Беларусь не собиралась вступать еще в конце 2010 года. Но после выборов в декабря 2010 года, когда тоже были репрессии, Беларусь попала под санкции, но фактически Россия тоже самое таможенное союз купила. Сейчас давайте вспомним, что в 2019 году отказывались и в начале 2020 подписывать так называемые карты интеграции. То есть их бесконечно обсуждали, пытались просто заболтать. Но после снова-таки резкого ухудшения отношений со странами Запада, вызванными репрессиями Лукашенко против своего народа, естественно, что такие эти документы были достаточно быстро подписаны. То есть фактически Россия использует каждый такой момент для того, чтобы усилить свое влияние. И кризис с мигрантами, который Лукашенко начал, скажем, не слишком думая о долгосрочной стратегии, и Кремль решил использовать в том числе в свою пользу. Я все-таки предлагаю еще нам немного вернуться к изначально сформулированной теме, потому что здесь еще и очень интересна реакция самого Александра Лукашенко. Он сказал, что это не обоснованно и глупо, вот эти все требования Польши и стран Палтии о выводе, значит, Чойко-Вагнера из Беларуси. И самопровозглашенный президент Лукашенко сказал, что руководство Польши и стран Балтии нагнетает истерию по поводу присутствия в стране вагнерцев. Однако Лукашенко назвал условия, при котором теоретически он может попросить боевиков Вагнера покинуть страну. Я предлагаю нам с вами эту тему сейчас обсудить. В дальнейшем мы даже послушаем конкретно вот эту цитату самого Лукашенко, потому что очень любопытные формулировки. Да, вот коллеги подсказывают, что уже можем послушать. Давайте услышим. Польши и стран Балтии обвиняют Беларусь в неких мифических агрессивных намерениях, которых никогда не было и быть не может. Нагнетает истерию по поводу присутствия на нашей территории сотрудников частной военной компании Вагнер. Они достукались до того, что уже требуют немедленного вывода их из Беларуси. При этом сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам крупные воинские формирования. Ответ простой. Ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это необоснованное и глупое требование. Даже не просьбы, предложения, а требования. У меня здесь как минимум два вопроса. А не должен ли сам Александр Лукашенко истерить по поводу того, что ЧВК Вагнера находится на территории Беларуси? Это раз. А второй вопрос. Действительно ли он может попросить их выйти? И они вот так вот могут согласиться на это? Едва ли у него сейчас есть такая власть над ними? Или все-таки вы считаете иначе? Ну, если мы говорим о тех наемниках ЧВК Вагнера, которые на территории Беларуси, то стоит вернуться к тому, кого выводил Пригожин и какие категории. То есть, в первую очередь, Пригожин выводил, если брать всех, кто воюет под руководством командиров данной частной военной компании, потому что как единого целого это не существует. то есть, условно, три категории. Ядро – это, в первую очередь, те, кто получают деньги, можно сказать, зарплату даже между миссиями. Это те, кто, в первую очередь, воюют в Африке. Их небольшое число было на команды и должностях в Украине. Так называемые ветераны, кто участвовал в нескольких миссиях. Половина в Африке, половина была в Украине тоже на команды и должностях. Ну и так называемое мясо, это и заключенные все остальные, кого набирали. Но данная категория, она не слишком нужна с точки зрения прицелов, которые были после выхода из России, прицелов на Африку. И, соответственно, даже выводили, в первую очередь, ядро ветеранов. Теперь с точки зрения того, что будет в Беларуси, когда ситуация с наймом, либо с использованием человека Вагнера в Африке, может усложниться. То есть, относительно небольшую часть как раз-таки ядра, которым некуда возвращаться в Россию, Лукашенко попытается по принципу бывших сотрудников украинского Беркута легализовать, дав белорусское гражданство и поодиночке устроив различные силовые структуры. Часть в том или ином формате попытается использовать по прямому назначению, потому что Лукашенко, точнее его окружение тоже имеет бизнес в Африке на необходимом прикрытии. А остальных будет потихонечку выдавливать, потому что что с ними делать, он не знает. Центра финансирования в виде бизнес-структур Пригожина сейчас фактически нету. Платить за них он не хочет. Ну и, соответственно, он их будет потихоньку выдавливать, либо мягко, чтобы эти люди подписывали контракт с министерством обороны Российской Федерации, возвращаясь на фронт, либо чуть более жестко. Ну, как говорится, небольшими партиями. Что, в принципе, в том или ином формате уже и происходит. С точки зрения темы ЧВК «Вагнер», поднятой в первую очередь Польшей и Литовской Республикой, то тут стоит иметь в виду ректоральный процесс. То есть Польша – выборы. Причем партия «Право и справедливость» в своей агитационной кампании берет на вооружение тезисы защиты нации, защиты страны и так далее. Украинская тема в этом отношении, вот тема украинской российской войны, она более смещена в сторону украинских беженцев, в сторону помощи Украине. То есть необходим, ну, дополнительно раздражительный. Поэтому, если бы не было ЧВК «Вагнера», его бы стоило придумать. И, исходя из этого, такая резкая риторика насчет этих наемников, она будет продолжаться, к минимуму, до октября, то есть до выбора. В Литовской Республике ситуация несколько схожая. Там весной выборы у президента Литовской Республики господина Науседы, осенью выборы «Право». То есть и там, и там получилось, что данный кризис, он накладывается на электоральную кампанию, что лишь усугубляет ситуацию. Тем не менее, сейчас, если посмотреть, отбросить взаимные обвинения и угрозы, то по большому счету и одни, и другие, они пытаются найти выход из положения, чтобы дальше не идти по пути эскалации, таким образом нащупать момент, где можно остановиться и, возможно, даже дать заднего. Но вопрос в том, что Лукашетка с точки зрения, как он считает, усиления своих позиций властных в Беларуси, не может признать ошибки и сказать «я ошибался, отступаем наших назад». В электоральный период все же самые польские политики и литовские политики этого тоже сделать не могут. Соответственно, ультиматум по теме ЧВК «Вагнер», заметьте, он пришел не вчера, не позавчера, не до смерти Пригожина, он пришел как раз-таки тогда, когда и так понятно, что на протяжении ближайших нескольких месяцев как единого целого этот лагерь, максимум через полгода, он существовать перестанет. То есть в таком случае польские политики смогут сказать, что мы победили, мы дожали режим Лукашенко, Лукашенко может сказать, ну все нормально, мы якобы легализовали этих людей. С точки зрения мигрантов, тут интересный посыл официального Минска, то есть да, две недели назад была резкая волна попыток перехода границы на польском и литовском направлении, однако вот уже к неделю как идет плавное уменьшение числа попыток как раз-таки по этим направлениям со стороны легальных мигрантов переходить границу. То есть есть, соответственно, определенный сигнал из Минска. Но еще раз, в публичное поле выносить, что мы идем на компромиссы, не будет ни одна, ни другая сторона. Тем не менее, определенные точки соприкосновения они ищут. Ну типичный пример это учение ОДКБ, которое будет проходить на полигоне Брестки, куда впервые после долгого перерыва пригласили наблюдателей из Польши. В первую очередь, можем ли мы вообще видеть какое-то усиление, это эскалации данного конфликта, пока что только дипломатического, которое ограничивается только заявлениями той или иной стороной? И в целом, насколько реалистично то, что и самопровозглашенный Лукашенко может рискнуть пойти на альянс НАТО? А почему на альянсе? Я не понимаю сути вопроса. Альянс в чем? Ну, идет же конфликт со странами Европейского Союза, те же, которые состоят в альянсе. Я имею в виду... Деэскалация конфликта и альянс, это все-таки разные вещи. Давайте называть вещи своими именами. Вот сейчас, например, идут приговоры между Китаем и Соединенным Штатом Америки по поводу торговых войн. Они идут на альянс, либо они идут на деэскалацию. Вы, как журналисты, должны понимать разницу между двумя понятиями. Она колоссальна. Сейчас речь идет о деэскалации. Возможная деэскалация, не стопроцентная, но возможная. И стороны посылают друг другу сигнал, что теоретически это возможно. И пытаются создать для этого почву. Не говорю про деэскалацию. Я говорю про эскалацию конфликта, которая сейчас нарастает, как минимум дипломатическая. Завеление Лукашенко, переброска, устрашение этими вагнерами, которые остались часть в Беларуси. Я об этом говорю. Я говорю об усилении границы Польши на границе с Беларусью. Я говорю о том, как в боевое, как минимум гражданское население подготавливают на случай, если Беларусь будет усиливать как-то свои агрессивные действия. Пока что, подчеркну, которое происходит только ртом самопрозвращенного Лукашенко. Еще раз повторяю то, что я пытался вам сказать. Возможно, я использовал очень плохие выражения и понимание было сложным. По состоянию на сегодня. А. Режим Лукашенко находится в состоянии политического кризиса. Любая автократия должна якобы показывать силу. Есть резкое заявление. Есть зависимость от России. И то, что я объяснял, как Россия использует этот механизм, чтобы создать условия, по которым Беларусь будет изолирована от Запада. Потому что это автоматически толкает Беларусь еще дальше в объятия России. С точки зрения соседей, в первую очередь Польши и Литовской республики. Смотрим на календарь. Ближайшие выборы парламентские в Польше. Менее чем через два месяца. Ближайшие выборы президентские в Литовской республике. Менее чем через семь месяцев. Давайте вспомним украинские реалии, даже избирательные кампании. Это спокойная риторика или взаимное обвинение? И вот теперь переносим это на польский, например, трек. Еще раз. Вопрос угрозы со стороны Российской Федерации, темы войны, угрозы Европе. Это одно из направлений. То есть усиление восточного фланга НАТО. Но там, где звучит слово Украина, там есть еще тема помощи Украине, украинцы, которые живут на территории Польши. То есть это трек отдельный. Но партия «Право и справедливость» – это право-консервативная партия, которая очень активно играет на поле популизма и внешней угрозы. Соответственно, когда речь идет об Украине, есть еще беженство и так далее, играть в данном случае на внешней угрозе не слишком, как говорится, подходит с точки зрения политической. Нужен дополнительный раздражитель. И повторю то, что говорил в начале эфира. Если бы не было добавок к нелегальным мигрантам, которые реально есть, реально штурм украинцев, если бы не было ЧВК Вагнера, их стоило бы придумать. – Игорь, и вот по поводу ЧВК Вагнер и возможного конфликта вагнеровцев с представителями МВД, невозможного, а тот, о котором сейчас все-таки идет речь уже. Говорят о том, что в Беларуси усиливается этот конфликт между вагнеровцами и представителями МВД на полигоне Воловщины, и об этом пишет Центр национального сопротивления. И вот причина конфликта – это очень так прозаично даже, тюремные прошлые наемников, белорусские силовики, просто отказываются сотрудничать с бывшими заключенными, а их методы воевать ужасают. Даже самых преданных слуг режима Лукашенко, так говорится в сообщении. И вот этот самый конфликт тех, кто, впрочем-то, и служит Лукашенко, но не готов идти вот на такое сотрудничество с вагнеровцами. Насколько есть великий шанс того, что этот конфликт может перерасти в что-то угрожающее самому Лукашенко, о чем мы с вами уже частично успели поговорить? – Ну, еще раз повторю то, что говорил в эфире, буквально дословно. Есть три категории наемников ЧВК вагн у нас на территории Беларуси. Ядро – это, как правило, ветераны спецподразделения, это люди хорошо подготовленные. Ядро, которому некуда возвращаться в Россию, будут потихоньку давать белорусское гражданство, их будут привлекать, легализовать и давать им, скажем так, место в белорусских силовых структурах. Ветераны, те, кто был на нескольких миссиях, как правило, это тоже бывшие военные и так далее. Часть будут пытаться использовать, выдавить в Африку, но в своих интересах, часть тоже привязать. Остальное, так называемое мясо, там как раз-таки, где криминальное прошлое. Я уже об этом говорил, что логика будет выдавливания, как мягкого, так и жесткого. И конфликт на полигоне между наемниками, Чевковагна, которые имеют криминальное прошлое, и белорусскими силовиками, он является прямой иллюстрацией тактики выдавливания. Благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру, за обсуждение этой темы, но все-таки я думаю, что сам этот конфликт между силовиками и вагнеровцами, тактика выдавливания, безусловно, это очевидно то, о чем вы сказали. Но ведь действительно есть противостояние, результат которого мы можем только себе представить сугубо гипотетически, потому что ведь, вероятно, и самим белорусам может очень не нравиться, что вагнеровцы находятся на территории Беларуси. И поэтому у вагнеровцев, получается, будет с двух сторон и недопонимание, и определенный конфликт. Да, естественно, будет. Благодарим вас, Игар, за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Я напомню зрителям, что Игар Ташкевич, эксперт программы «Международная внутренняя политика» аналитического центра «Украинский институт будущего» был с нами на связи.